Музыка Когда пустая бутылка заполняется струей воды, слышен характерный звук, тон которого становится все выше по мере наполнения бутылки. А если лить воду не в пустую бутылку, а в заполненную до краев банку, звук склопывающихся при этом пузырьков напоминает равномерный шум, в котором нет никакого выделенного тона. Получается, что бутылка в первом опыте играет роль резонатора, усиливающего звуки определенных частот. Чтобы разобраться, как это происходит, мы сделали экспериментальную установку из закрытой снизу цилиндрической трубы со сменным горлышком. Начнем с опыта, когда верхний конец трубы полностью открыт. Зальем в нее воду и запишем спектрограмму, которая покажет нам, как звук журчащей воды менялся со временем. По горизонтали здесь отложено время, по вертикали – частота звука, а его интенсивность показана цветом. Яркие линии соответствуют звукам с определенной частотой, и видно, что в нашей трубе звучал не один тон, но несколько разных тонов, причем все они повышались со временем. Мы знаем, что в открытой с одного конца трубе возбуждаются такие звуковые колебания, что на длине трубы укладываются одна четверть звуковой волны, три четверти, пять четвертей и так далее. Частоты соответствующих тонов относятся друг к другу как последовательные нечетные числа. Если уменьшать длину трубы, все длины волн начнут сокращаться, а частоты повышаться, сохраняя свое исходное отношение один к трем к пяти. И наша спектрограмма прекрасно согласуется с предсказаниями теории. Самая яркая линия – это четвертьволновые звуковые колебания. Следующая линия – это трехчетвертьволновые колебания, и их частота в три раза выше, чем у основной моды. А следующая линия соответствует колебаниям, у которых на длине трубы укладывается пять четвертей длины звуковой волны, и их частота в пять раз больше, чем у основной моды. Превратим открытую трубу в бутылку, вставив в нее узкое горлышко. Снова зальем сюда воду, чтобы она стекала узкой струей через воронку, и запишем спектрограмму звука. По сравнению со своими положениями в открытой трубе, все спектральные линии заметно сдвинулись вниз по частоте. Особенно сильно понизилась частота основного тона. Дело в том, что теперь низкочастотное колебание стало происходить по схеме резонатора Гельмгольца, когда воздух в горлышке выполняет роль инертной массы, а воздух внутри сосуда сжимается и разжимается, как упругая пружина. А еще посмотрите, теперь внутри закрытого сосуда появилась еще одна колебательная мода. Частота которой 1600 Гц не зависит от того, насколько сильно сосуд заполнен водой. Интересно, что это за колебания и как они происходят? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube.